Это коллектив, имеющий давние традиции хорового исполнительства. В следующем году ему исполнится 45 лет. Хор за годы своего существования сформировался как высокопрофессиональный коллектив, исполняющий выдающиеся хоровые произведения русских и зарубежных композиторов. В состав хора входят ученые, инженеры, конструкторы из научно-исследовательских институтов наукограда Троицка, представители самых разных профессий и специальностей. Профессионально дополняют состав хора педагоги музыкальных учреждений города, выпускники различных специализированных учебных заведений. Это сплав энтузиазма, профессионализма позволяет ориентироваться на наиболее интересные хоровые произведения при выборе репертуара и придает хору совершенно индивидуальное, самобытное звучание. За время своего существования Троицкий камерный хор дал множество концертов. В Троицке, Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Ярославле, Минске, Тбилиси. В разные годы коллектив побывал на гастролях в Болгарии, Германии, Италии, Швеции и Японии. Является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. В январе 2021 года Троицкому камерному хору присвоено звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы». Пожалуйста, слава, прошу вас. Руководителем хора являются с 2019 года Максим и Антон Анатольевич Поповы. Оба – выпускники Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, класс профессора Валерия Александровича Калинина. После окончания Максим продолжил обучение в аспирантуре Московского педагогического института и как ассистент-стажер в Академии хорового искусства имени Попова. А Антон стал ассистентом-стажером в Московской государственной консерватории. Максим Попов – художественный руководитель и дирижер Троицкого камерного хора, лауреат второго всероссийского конкурса хоровых дирижеров 2015 года, гран-при четвертого международного конкурса хоровых дирижеров имени Михайловского 2021 года, является художественным руководителем и дирижером детского камерного хора «Концона», а также главным хормистером Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Антон Попов – главный хормистер и дирижер Троицкого камерного хора, лауреат международных и всероссийских конкурсов. С 2016 года был преподавателем, а также руководителем образовательных программ Московского государственного института музыки имени Альфреда Шнитке. Руководитель и дирижер народного коллектива «Хоровая капелла» Дома культуры имени Лепси города Подольска. Преподаватели и студенты Эстонского музыкального колледжа обратились к известному эстонскому композитору Арва Пярту с просьбой специально для их заведения написать произведение и приложили к этой просьбе конверт с гонораром. Арва Пярт исполнил их просьбу и, будучи человеком чрезвычайно педантичным, написал произведение того объема, которое соответствовало указанной сумме. Партитура звучит одну минуту. Но вместе с тем это одна из ярчайших жемчужин творчества эстонского композитора. Несмотря на предельную лаконичность, мы услышим колокольность, молитвенность, яркие контрасты и ясность мелодических линий. Арва Пярт, Богородица Дева Радуйся, дирижер Антон Попов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Богородице, Деву, радуйся, Богородице, Деву, радуйся, Благодавная Мария, Господь с тобою, Благодавная Мария, Господь с тобою, Благодавна ты в женах, и благословен, плачь его Твоего. Богородице, Деву, радуйся, Благодавная Мария, Господь с тобою, Благодавна ты в женах, и благословен, плачь его Твоего. Благодавна ты в женах, и благословен, плачь его Твоего. Яко спаса родила, не си душ наших. В отличие от своего брата Василия Калинникова, предпочитавшего в своем творчестве симфонические жанры, Виктор, безусловно, был мастером хорового письма. Хоровые сочинения Калинникова подкупают своей простотой, красотой, образностью, кантиленой звучания. Виктор Калинников, ныне отпущающий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Появился данный контакт в 626 году. Автором, предположительно, является роман «Сладкопевец» и посвящен избавлению от врагов Константинополя, ликующий, сильный, яркий, радостный и, конечно же, победительный. Роман Леденев «В избранной воеводе». В избранной воеводе победительная, Яковлев «В избранной воеводе» Яковлев «В избранной воеводе» Радуйся, Небеска, 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 Радуйся, Небеска, 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 «В избранной воеводе» Победительная, яковь из больших слёздных, благодарственная, Восписуем ты, родители твои, Бога Родице. Но яковь имущая державу непобедимую, О всяких нас без области, да заберти. Радуйся, небеса, небесная, радуйся. Оратория «Плач земли» Валерия Калистратова Поиск внутренней гармонии, утраченной нами в ходе истории. Возможность примирить в душе противоречия наследия предков, язычества и христианства. Попытка композитора обратиться к исконно русским традициям, Рассказать о них совершенно новыми, современными музыкальными средствами, Создавая при этом яркое хоровое действо. Партитура «Воззвала душа» Создает впечатление, что мы слышим строгое и аскетичное монашеское песнопение И голос метущейся души, жаждущий найти покой и гармонию в объятиях Бога. Валерий Калистратов «Воззвала душа» Из оратории «Плач земли» Соло-сопрано Анастасия Лаптева Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Безмерен и удивителен Каждый цикл, каждая кантата, каждая миниатюра Является настоящим шедевром Сегодня мы услышим произведение «Ясные поля» Из цикла «Песни без времени» На стихи Александра Блока Это сочинение как будто продолжило путь Души из партитуры Калистратова Через метание, поиск и стремление Она оказывается в свете, радости и божественной красоте Данная миниатюра Сверидова Это редчайший экземпляр хорового письма В котором через звук можно увидеть свет и пространство Не относящиеся к нашему бренному миру Георгий Сверидов «Ясные поля» Из цикла «Песни без времени» Аплодисменты 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 Девушки присутствие Девушки присутствие Как сама земля Только верить хочется Хочется, что нас доме нет, Ты, душа, воротишься, Самый ясный свет. Ты, душа, воротишься, Самый ясный свет. АПЛОДИСМЕНТЫ Совсем недавно, полтора месяца назад, коллектив и руководители Троицкого каменного хора приняли решение пополнять репертуар не только смешанными партитурами, но и женскими однородными. В сегодняшнем концерте прозвучат несколько премьер для женского хорового коллектива. Первая из них — это «Санктус» — польского композитора Кшиштофа Пендерецкого из короткой мессы. Сложная звукозапись, европейская культура пения — все это серьезные исполнительские задачи для хорового коллектива. В этой партитуре вы не найдете ни у одного указания темпа, а когики, штрихов или динамики, что накладывает дополнительную интерпретационную трудность. Кшиштоф Пендерецкий «Санктус». Кшиштоф Пендерецкий «Санктус» Кшиштоф Пендерецкий «Санктус» Кшиштоф Пендерецкий «Санктус» Кшиштоф Пендерецкий «Санктус» Санктус, Доминус, Деус, Сабак, глянесу, 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 глян, глян, глянесу, глян. Санктус, 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 Доминус Деус, Самого, Пенису, Селие Те, Глориа! Санктус, Санктус, Доминус Деус, В Московском Доме Музыки Троицкий Камерный Хор Примет участие в международном конкурсе «Звучит Москва». По требованиям данного конкурса в программе коллектива должно прозвучать обязательное сочинение. Для женских коллективов таким будет произведение «Звуки земли» Виктора Оликова. Это еще одна премьера от Троицкого Камерного Хора. АПЛОДИСМЕНТЫ Последние лучки заката ПЕСНЯ 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 Ох, нелегкая женская доля И в горящую избу, и коня на скаку Русское народное творчество обладает огромным чувством юмора и иронии Главная героиня следующей партитуры очень страдает от своего непростого и насыщенного трудового графика Звучит русская народная песня «Неделька» солистка Анастасия Лаптева Чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля-чурля Субтитры создавал DimaTorzok О ступах всем повешен, поминают. Тюря-тюря, тюря-тюря, тюря-тюря-ря. Тюря-тюря, тюря-тюря-тюря-ря. Вот так-то, миленький мой, ласковый, емелька. Да проработала всю эту я недельку. Тюря-тюря, тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-ря. Тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря. Спасибо. Она темпераментная и былкая синьора, он, поющий серенаду, синьор. Страсть, ревность, любовь, Испания, черная ночь. Премьерное исполнение партитуры Юргенштейна «Испанская серенада». Партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Иван Шмелев. Партия гитары, лауреат международных конкурсов Дмитрий Григорьев. Партия фортепиано, 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 лауреат международных конкурсов Дмитрий Григорьев. В черный день, Господь, послал мне, Если бы я так был черным, Почтой бы я бы убить, В черном ладом есть. Так, международный гонгел черный И черная шрыгнула божьей, В черном теле меня держишь. Черный, зовешь ты черный, Чернокожую сеньору Рассердился бы в мазе черный, И чернить меня устало Черными она собами. Что ты ходишь, чернокожей, Вслед за мною черной тенью, Ты достоин черной дури, Только черного пресенья За чернее черной тучи И черный, И черный, Коваль, Эспохлона Теплым, Ахазов, Зам, Сон, Кровавараки, Чо, Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Народная песня — это неисчерпаемый родник, завораживающий красоты и гармонии. Троицкий камерный хор, как и большинство музыкантов, уверены, что музыка, а тем более народная, внеполитическая, вневременная ценность. И сегодня мы услышим украинскую народную песню «Ой, чей такинь стоит» в свободной обработке Валерия Кекты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это место встреч писателей, композиторов, местной богемы и интеллигенции Выдающийся по своей художественной ценности проект, явивший и социокультурным, и кулинарным, и даже неким клубным явлением, кафе Неринга стало культовым заведением В силу своей художественной уникальности, высокой культуры, обслуживания, ассортимента и кулинарных достоинств собственной кухни, Неринга сформировала специфический контингент посетителей, проводивший в ее стенах многие часы на протяжении долгих лет Ничуть не будет преувеличением сказать, что именно в ее интерьере этот контингент рождал некие революционные идеи, новые свежие и смелые мысли, делал открытия, находки И часто это кафе упоминалось в центральных СМИ, в печати крупных городов и национальных республик Туда любил захаживать и молодой 30-летний Иосиф Бродский О чем свидетельствует знаменитое стихотворение Поговаривали, что он неровно дышал к одной очень красивой официантке, которая не отвечала ему взаимностью Скорее всего, из-за этого в его строках есть некая фривольность А композитор, профессор Московской консерватории Юрий Анатольевич Евграфов, написал очень яркую и интересную партитуру на стихи Бродского Юрий Евграфов, кафе Неринга, из оратории «Осенний крик ястреба» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но досмотрит ему затылок, Потерявший изгнанку танцовый круг, Замирает поверх черепичной крови, И годы заостряется точно вдруг, От лица остается всего лишь профиль. И ельберия жучья услышала вещь, Но надо хочется в ночь безботиться, Перевернули в доме сняты без плеч. Местного подвалиста, И ельберия жучья услышала вещь, И ельберия жучья услышала вещь, И ельберия жучья услышала вещь, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Говорят, в Китае самое плохое пожелание – Это жить в эпоху перемен. По всем критериям, похоже, мы оказались с вами Именно в такой эпохе. Сейчас очень тяжелое и трагичное время для многих семей В разных странах. Матери, жены, сестры, дочки Сейчас могут только ждать и надеяться, Что их родной человек вернется И наступит в безопасное и мирное время. Кирилл Молчанов «Жди меня» Партия фортепиано Иван Шмелев АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дождь, и когда жара, и когда других не ждут позавы вчера. Пусть поверь нас, то, что нет меня, Пусть, друзья, устало, что тяну до огня, Выпил горькое вино, напоминавши, Жди с ним и за двор выпить местечник. Пусть поверь нас, то, что нет меня, Пусть, друзья, устало, что нет меня, Пусть, Пусть поверь нас, то, что нет меня, Пусть, друзья, устало, что нет меня, Пусть поверь нас, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. До новых встреч!